мы уже давно делаем музыкальный проект мы делаем их глобально на глобальном уровне и в этот раз мы хотели развить эту историю локально поступило предложение сделать трек по мотивам игры лего легенд сначала мы хотели сделать клип сами для ивана но после нескольких итераций мы поняли что нашего опыта не очень хватает на клипы такого масштаба я сразу сказал что ребята нам нужно что-то радикально другое искать режиссера мне позвонила лиза коровина менеджер но из мхи и мне тогда запала в память фраза она говорит нужно сделать какую-то эпичную визуализацию к этой песне главное что меня зацепило сценарии это как раз сражение с самим собой мне показалось что для этой песни это прямо то что нужно мы студия который в основном занимается киберспортивными ивентами в том числе мы очень давно работаем с riot games и наша команда консультировала съемочную группу относительно лора лиги легенд неких бэковых историй чтобы клип органично вписался во вселенную мира я за то чтобы продукт создавался в тандеме я доверялся тем людям с которыми мы работали и они выдавали свои какие-то находки необычным для меня решением которые использовал впервые это было применение ультрафиолетового света который вытаскивал из ниоткуда светящиеся предметы и фактуры все у нас складывалось нереально гармонично такого обычно не бывает на самом деле на моей практике это просто настоящее чудо я очень благодарны ребятам это здорово мне не удалось попасть на съемки но когда я слышу о том что ради этого клипа построят целый павильон и потом разнесут его в хлам звучит потрясающе хотелось это все увидеть процесс появление проходил можно сказать круглосуточно потому что все время кто-то что-то должен был делать дольше всего конечно по времени у нас заняла постройка каркаса нашего домика очень мне понравилось как было здесь были сделаны фактуры и цвета когда это происходило на глазах на на подготовке радости не было предела что стены наполняются жизнью и историей и фактурой и сложно сочиненными и какими-то цветами между собой экшн-сцена была одной из самых важных мы разбирали сцену и придумывали боевую хореографию вместе с максимом яковлевым постановщиком трюков съемках самым интересным и сложным была сцена как раз драки с самим собой ваня у нас участвовал в репетиции драки он во-первых приноравливался к тем действием которые нужно было произвести потому что нужно было не просто там бить а бить не по-настоящему чтобы не ушатать соперника или наоборот правильно отреагировать на удар данный проект вообще в плане пост продакшен для меня самый объемный работа на пост продакшене шла практически круглосуточно довольно сложно было поймать этот некий flow который был режиссера понять что он хочет видеть в конце мы тут поступили как удерживаясь классической русской поговорки долго запрягали быстро поехали кадр который открывает самого сама видео открывающий первый пролет по комнате которая полна дестрой и следов того что было и еще будет дальше там еще есть момент я взлетаю он уже покорил моих детей то есть я им показал версию где там еще тросики не стерты даже и честно говоря от него ноги побаливают до сих пор там уже там ремни нужно засовывать себе ну практически в трусы вот и опоясывает там так сказать самые важные мужские места простите меня за подробности если вдруг кого-то они задевают в общем вот этот трюк во всех смыслов взял меня за живое довольно сложно выстраивать коммуникацию с людьми с которым мы до этого никогда не работали это да всегда сложно с некой административной работы работа менеджмента она не была непростой в первую очередь нестандартно самым сложным в реализации было не отступиться от первоначальной задумки ну всегда есть какое-то ограничение с которым приходится мириться и вот самое сложное это проламывать эти барьеры которые каждый раз перед тобой возникают те наши музыкальные проекты которые мы делаем во первых это сплошная анимация в основном это так работает и это абсолютно полностью проливы с первой секунды до последней и здесь вот это совмещение она очень необычно непривычно для нас нет категории оценки круто или нет я знаю то что это необычно я знаю то что это удивляет когда это удивляет и когда ко мне подойдет человек после этого интервью скажет эй чувак я знаю это ваша команда делала в fx для но из mc для клипа лига легенд да я скажу то что да чувак мы сделали это было круто я могу сказать с полной уверенностью что такого плана съемки вообще плана проекта в моей карьере еще не было никогда уровень соответствия раскадровки конечному результату внимание к мелочам на съемочной площадке то насколько тонко шла работа со светом в конце концов декорации были построены специально было много каких-то перестановок передвижек и за счет профессионализма ребят глеба виталика все происходило просто по щелочку пальцев мы все понимали друг друга и все сложилось мы будем работать над тем что таких коллабораций было больше музыкальной коллаборации это не все что мы делаем мы сотрудничаем с художниками с косплеерами мы стараемся выходить за рамки просто какого-то внутриигрового контента и мы надеемся что конечно у нас будет все больше 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 таких коллабораций а а а Субтитры сделал DimaTorzok